С завтрашнего дня у казахстанцев начнут принимать заявки на получение единовременной выплаты 42 500 тенге. А вот срок подачи обращений продлят до 1 сентября, чтобы все нуждающиеся смогли успеть получить пособие за июль. Об этом заявил глава Минтруда Биржан Урумбетов. О процедуре оформления выплат на период карантина материал Миры Альжановой. Выступая на брифинге с разъяснениями по выплатам, министр труда и соцзащиты населения озвучил список тех, кто действительно может рассчитывать на 42 500 тенге. Итак, это работники, оставшиеся без дохода на момент карантина, индивидуальные предприниматели, адвокаты, юристы, судоисполнители, а также лица, работающие на основании договоров, показанию услуг и плательщики единого совокупного платежа. Те предприятия, руководители, работодатели, которые будут подавать заявление, я хочу предупредить, что для вас будет одно только условие. Это что ваше предприятие сегодня попало под ограничение санитарных врачей и ваша деятельность приостановлена, и вы вынуждены отправить людей в отпуск. Значит, этот факт будет подтверждаться на местах в районе районными городскими штабами с участием представителей палаты Атамикен предпринимателей. Рассчитывать на эту сумму смогут и студенты, однако при условии потери официального дохода. А вот женщины в декрете, имеющие ребенка до года, 42 500 тенге не получат. Уволенным же казахстанцем Биржан Нурымбетов посоветовал обратиться в центры занятости населения. Если я уволился или меня уволили, как может работодатель за меня подать? Конечно, в этом случае работодатель за вас подать не сможет. В этом случае мы вас просим обратиться в центры занятости, вам предложат вакансы открытые или другие меры обеспечения занятости. Если не будет подходящей работы, в течение трех дней вас зарегистрируют в качестве безработного, и вы можете автоматически получать другую социальную выплату по безработице с фонда социального страхования, который выплачивается сроком на шесть месяцев. Министр также уточнил, что лица, не имеющие статус наемного работника, заявку могут подать через веб-портал электронного правительства egov.kz, портал 42500.imbek.kz, телеграм-бот электронного правительства и другие приложения. Многим казахстанцам социальную выплату назначат проактивно. После пересмотра единой базы лиц, которые ранее получали 42500 тенге, им отправят смс-оповещение о назначении пособий. Если же вам на телефон пришло такое сообщение, необходимо подтвердить свой статус, отправив единицу. Мира Альжанова, Нурлан Утигенов, телеканал Матэн, Нурсултан.